До конца 2025 года из аварийных домов Самарской области должны расселить более 24 тысяч человек. На это выделяется свыше 17 миллиардов рублей. Объем жилья, непригодного для жизни, составляет в регионе 389 тысяч квадратных метров. Это те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Программа по расселению включает в себя несколько этапов, рассчитана на 6 лет и сегодня реализована на 17%. Показатели обсудили на круглом столе в областном парламенте по инициативе уполномоченного по правам человека Ольги Гольцовой. Областные и городские власти, депутаты, прокуроры и общественники попытались вместе разобраться, как ускорить процесс переселения и решить проблемы, которые возникают на разных уровнях. Проблемы здесь очевидны. Это и ковид, и резкое повышение стоимости квадратного метра жилья. Всем известно, что даже проводились проверки на предмет сговора среди застройщиков по квадратным метрам жилья. Среднее увеличение составило 25-30%. Львиная доля домов, которые подлежат расселению, расположена в Самаре. Больше всего в историческом центре города. Камнем преткновения здесь часто становится оценка стоимости жилья. Мы сделали оценку, и мы приходим. Заявитель заявляет, он не согласен с этой оценкой. Судья назначает оценку. Мы соглашаемся в данной ситуации с оценкой, которую делает суд. Она значительно выше в этом вопросе. Не апеллируем, потому что понимаем гражданина. Мы понимаем, люди цепляются за оценку. Хотели бы, чтобы выкупная цена была больше. Особенно это в Самарском, Ленинском районе, в Самаре, потому что люди считают, что здесь они смотрят метр квадратный, который застройщик продает, они прицеливаются к этой цене. Также многие жители не желают переезжать в отдаленные микрорайоны, где зачастую город находит подходящие по стоимости квартиры. Многие не согласны и с предлагаемым метражом. Однако все упирается в федеральное законодательство, отмечает региональный омбудсмен. Не всех людей удовлетворяет и переселение граждан из аварийного жилья в соответствии с тем федеральным законодательством, которое было принято в соответствии с жилищным кодексом. Статья 89 жилищного кодекса говорит о том, что переселение граждан из аварийного жилья не является улучшением жилищных условий. Это переселение граждан из аварийного жилья. Поэтому предоставляется жилье метр в метр и комната в комнату. На заседании круглого стола уполномоченный по правам человека предложил инициировать изменения в законодательстве, которые затронули бы льготные категории граждан – инвалидов, ветеранов, многодетных и малоимущих, которые уже много лет стоят в очереди на переселение из аварийного жилья. По итогам заседания приняли резолюцию, все предложения передадут на рассмотрение в областной парламент. Светлана Кудрёвцева, Константин Головин. События.